Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую, как вы знаете, вышло ли эти обновления, и сегодня я вам покажу новый бизнес, новый тюнинг на автомобиле, а именно обвесы. Я вам покажу свои автомобили, которые я уже затюнил, и покажу другие автомобили, именно комплекты, то есть комплекты обвесов. Я вам сегодня все эти автомобили покажу, и мы посмотрим, сколько, в принципе, это всё стоит. От вас хочу увидеть максимальную активность, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но в начале игры вам, конечно же, поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, займу в площадь 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, как я и сказал, начнём именно с моих автомобилей, которые я уже затюнил, и первое это у нас М5. Мне эта тачка очень нравится, просто максимально нравится, а вес на её получился очень интересный. Там есть разные, в принципе, вариации, но я себе собрал именно вот такой вот вариант, давайте я вам его продемонстрирую, то есть вот такая вот просто М5. Мне кажется, она прям очень симпатичная, то есть вы просто посмотрите на эту мордашку, морда прям очень классная, то есть у нас меняется фар, у нас меняется капот, снизу губа появляется, то есть сзади выхлоп меняется, новые диски я поставил. То есть тачка смотрится максимально красиво просто, мне она прям безумно нравится, я прям сделал стиль, как я считаю, то есть ничего лишнего, там есть разные такие сплиттеры там и так далее, но я именно по своему вкусу собрал вот такой вот замечательный, в принципе, автомобиль. Мне лично она прям внешне очень сильно нравится, тачка реально красиво выглядит. Следующий автомобиль, это получается гелик, именно старый, на новый гелик пока что бесов нету, но возможно в будущем будет. Здесь у нас тоже на самом деле большие изменения, появляется новый бампер, кенгурятник, вот такие вот решеточки на поворотниках и сзади на стопаках тоже есть у нас такая решеточка. То есть эта отсылка получается именно к старому гелику, который был там в 2015-16 году, то есть тачка тоже выглядит максимально очень красиво. И также ее пофиксили, на первом чипе она ехала 230, а теперь она едет 253, то есть максималка у нее немножко увеличилась. И по управлению у нас стала тоже другая, то есть ее теперь не кренит, то есть я недавно делал обзор на гелик, то есть я вам советовал автомобили там от 1 до 5 миллионов и он очень сильно кренился. То есть эту темку как бы убрали, он теперь рулится максимально комфортно, то есть на нем можно даже боком там похасанить, тачка реально стала максимально приятная. Я выбрал именно этот вариант, там есть вариант Брабус там и так далее, но я выбрал именно вот такой вот внешний вид и также поставил новые диски. Следующий автомобиль это BMW M5 E60, тоже один из моих любимых кузовов. По тюнингу здесь получается стоит нижняя губа, другие пороги и сзади у нас вот такой вот небольшой спойлер. Ну что ж, теперь я предлагаю посмотреть комплекты именно на другие автомобили, то есть есть автомобиль, на который нужно каждый тюнинг ставить отдельно, а есть и на комплекты на автомобиле, то есть полный комплект, там бампера, спойлера там и так далее. И первый у нас на очереди это BMW M5 E34, то есть вот комплекты здесь есть, он всего лишь один стоит, он 250 тысяч и здесь у нас получается, меняется бампер, меняется порог, меняется задний бампер и появляется вот такой вот спойлер. То есть в принципе выглядит симпатично, но мне жопа как бы не нравится, бампер я считаю здесь какой-то немножко колхозный. Следующий на очереди автомобиль это Mercedes E63 S, здесь есть тоже обвес, то есть комплект именно, называется он Браво, стоит 750 тысяч. Здесь у нас меняется решетка, меняется бампер и меняется также задний бампер. Мне если честно не особо как бы нравится, я не люблю E-шку, я люблю больше как бы BMW, но на вкус и цвет как бы кому-то нравится, кому-то нет. Следующий автомобиль это у нас Nissan GTR, мы в принципе видели скриншоты, видели спорты по поводу этого автомобиля и тоже здесь стоит комплект, то есть мы можем поставить комплект Nismo за 5 миллионов рублей. Да, ценник уже совсем другой, у нас полностью все меняется, то есть у нас такой контур красный появляется, меняется бампер, получается меняются эти зеркала, ну то есть тачка становится реально полностью другая. Мне старый GTR именно 2015 года нравится больше чем GTR 2017 года. Следующий автомобиль это Mercedes, который был в наборе, его сейчас убрали, то есть его можно купить только у игроков в автосалоне, либо в наборе вы уже этот автомобиль не сможете приобрести, то есть у него меняется тоже бампер, меняется задний бампер. Мне если тесто не особо нравится, то есть это тоже получается Brabus. Brabus должен быть именно на бензинном двигателе, как я считаю, но как бы меняется, то есть решеточка, меняется бампер спереди, сзади, то есть данный комплект стоит полтора миллиона рублей. Следующий автомобиль это Toyota Supra в новом кузове, то есть на нем тоже есть два комплекта, первый комплект стоит прям 200, вот таким образом выглядит автомобиль, то есть у нас тоже появляется губа, у нас появляются такие вот, я не знаю как они называются, воздухозаборники, короче. Второй вес уже стоит 3 миллиона и машина просто кардинально меняется, у нее даже срабатывает занижение, то есть если вы посмотрите, то здесь она поднимается, здесь она уже опускается, то есть вы автоматически покупаете сразу и занижение на этот автомобиль. То есть здесь полностью все меняется, она такая прям на расширение, очень красиво выглядит как по мне, то есть этот прям обвес очень хорошо на нее смотрится. Следующий автомобиль это Toyota GT86, на нее подяли кстати цену в автосалоне, она стоит теперь 4,5 миллиона, а стоила полтора миллиона. То есть первый вид это вот такой, у нас меняется передний бампер, появляется спойлер и меняется задний бампер, появляются две такие хорошенькие трубы. Второй комплект у нас тоже в принципе выглядит довольно таки неплохо, тоже меняется спойлер, меняется жопа и меняется как бы передняя часть. Но самый интересный комплект как по мне это третий, то есть тачка тоже полностью меняется, дропается вниз, очень красиво расширение, появляется каркас в автомобиле, то есть тачка выглядит максимально интересно. Итак, следующий автомобиль это у нас получается Bugatti, и на Bugatti весы самые дорогие, которые я в принципе видел из всех автомобилей. Первый комплект у нас делает автомобиль как бы карбоновый, то есть у нас меняется я так понимаю нижняя губа, меняется нижняя губа, меняется решетка и вроде меняется задняя часть, то есть давайте посмотрим. Да, как бы задняя часть тоже полностью меняется, вот даже эти воздухозаборники тоже меняются, меняется выхлоп, меняется сплиттер, меняется спойлер, то есть тачка становится карбоновая. Но если мы берем второй комплект, он стоит намного дороже, тачка тоже довольно-таки сильно преображается, у нее удлиняется задняя часть, то есть можете как бы обратить внимание, что она становится намного просто длиннее. И если честно, мне это не особо нравится, то есть ну просто смотрите, какая становится жопа длинная. Ну и один из самых интересных автомобилей, по моему мнению, именно по тюнингу, это конечно же Lancer, то есть здесь мы можем даже поменять декор, то есть мы можем поменять декор именно в салоне. То есть это реально прикольно, вы можете даже каркас себе поставить в автомобиль, но почему-то максимально приблизить я как-то не могу. Также у нас появляются такие вот брызовики, но это знаете больше такое для ралли, здесь даже по-моему написано ралли. Ну и конечно же здесь есть комплекты, их здесь три, достаточно много, то есть вот первый комплект, как по мне выглядит тоже интересно, вот такие вот баночки стоят симпатичные. То есть ну не особо что-то меняется, там сплиттер появляется, выхлоп меняется, то есть изменения не особо большие. Второй комплект тут уже поинтереснее, тут же появляется спойлер, пропадает в принципе сам номер, то есть его сзади не будет. И последний комплект самый такой жесткий просто, здесь меняются фары, здесь полностью меняется весь автомобиль, на самом деле прям очень сильно жестко все меняется. Вот такой вот капот, вот такой вот бампер, то есть тачка становится максимально такая спортивная. Итак, следующий автомобиль это Мерседес Акула, я точно не помню как он называется, и на него также есть обвесы. То есть мы заходим, есть два обвеса, один стоит 2,5 миллиона, второй стоит 4,2 миллиона. Честно, как бы не особо мне это нравится, то есть да, как бы меняется у нас передний бампер, задний бампер. Во втором комплекте у нас уже появляется такая карбоновая крыша, появляется спойлер, выхлоп как бы меняется. Вот это я считаю вообще лишнее, если бы этого не было, было бы намного симпатичнее. Ну что же, следующий автомобиль это BMW M3 Touring, которая была на ивенте, на нее также есть комплекты. Всего лишь один, стоит он 700 тысяч, здесь на самом деле не такие уж и большие изменения. Выхлоп я считаю максимально колхозный, то есть такое себе, я бы на вашем месте его бы не ставил. Также есть обвес на вот такой вот замечательный Мерседес GTR, он называется AMG GTR. И машина просто кардинально меняется, появляется вот такой вот огромный просто спойлер, огромный диффузер. Ну, на любителя, конечно, но, как по мне, выглядит довольно-таки прикольно и необычно. То есть тачка становится максимально просто спортивная, комплект тем более недорогой. Ну и последний автомобиль, самый интересный, по моему мнению, потому что, чтобы фуру тюнить, я такое вижу впервые вообще в КРМП. Это прям мне кажется, ну, очень жестко. То есть данная фура есть как бы в донате. То есть давайте именно посмотрим комплект сначала. То есть вот есть комплекты, то есть фура просто вся белая такая становится, меняется максимально, просто кардинально, как вы можете заметить. Но еще в чем плюс то, что есть декор, как бы вы можете поставить как бы разные приколы. То есть вы можете поставить вот такую вот шторку, можете такие вот флажки поставить, можете вот такой вот один флаг поставить. То есть это выглядит максимально прикольно и лампово именно. А, нихера себе, у нас здесь, видите, снизу появляются вот такие вот светодиодные лампы. Ну, короче, туманки, грубо говоря. Как бы можем вот такие вот брызовики поставить КАМАЗ. Боковые пороги здесь можем просто закрыть баки. Фура реально очень интересно реализована. Да, тюинга не особо много, но вылет это реально прикольно. Ну что ж, ребятки, я считаю, что на этом моменте можно заканчивать данное видео. Я вам показал все машины, которые можно, в принципе, поставить комплекты. Ну, которые я, в принципе, смог как бы заспавнить. Поэтому, я считаю, что видос получился полезный, интересный. Я не стал показывать именно все-все-все автомобили, потому что их достаточно много. Но, я думаю, самое интересное я вам показал. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Давайте подстараемся на этом ролике, набрать 100 лайков. Я вам буду просто максимально благодарен. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.